Должна быть жажда по общению по Христу, по общению с Богом, по истине, жажда по любви и плач и рыдание об отсутствии в тебе этой любви. Но этот плач и рыдание уже свидетельствуют о том, что ты жаждешь чего? Любить, а любить не умеешь. Ты когда-то что-то об этом знал, что-то слышал, что-то помнишь, у кого еще было хорошее детство и любящая семья, и ты это затер всей своей жизнью. Где это? Где это? Ищешь и ищешь, и нету. Что же делать? Господи, дай. Что дай? Вот это дай. Вот это дай. Умение любить. А значит, что? Духа Святого дай. И Духом Святым я буду частичкой ее, наконец, любить, а не просто терпеть ее рядом. Хотя с этого надо начинать. С того, что ее рядом терпеть, а не гнуть под себя. Делай, как я, жену там. Я человек мощный, я бы мог ее раз баранировать. Давай. Я не имею права этого делать. Любовь к любви будет. Только любовью можно, терпением. Терезвучайно трудные вещи все. Вот где труд. Ну и я, 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 я. Головку от патефона, как мой сосед говорит сыну своему. Головка от патефона, да? Да. Вот сейчас этот ужас происходит в мире. Что делать в первую очередь? В первую очередь молиться. Сергий Радонежский, мальчик, плохо умеющий читать, писать. А что сделал? Пошел в лес молиться Богу. Что он пошел молиться Богу за нашу страну, за наше войско, за грезными ходами ходил по всей земле нашей русской? Нет. Он очень любил Бога. И больше ничего. И он пошел ему молиться, потому что он только это и любил делать. Что же случилось? Вокруг него ученики, монастыри, Дмитрий Донской, их скинули татар. Один человек. Вот путь. Вот путь. Настоящий, поданный, самый действенный, самый сильный, самый крутой. Продолжение следует.